И вот тут я хочу сказать одну вещь. Немцы, кто их только не ругал, что они не приверили на Бисмарке модную систему брони, все и ничего. Надо делать мягкий нос, дальше идет этот огромный бронированный плод из максимально толстой брони, как на американских линкорах, которые ничем не прошибешь, туда, значит, это самое, в корме защита руля. Ну, в общем, все кулик свое болото хвалят. Так вот, если бы Бисмарк был бронирован по системе все или ничего, он бы потерял ход в этом бою. То, что у него был тонкий бронепояс в носу, который, кроме того, что он бронепояс, он не сдержал 356 миллиметров снаряд никаким образом, но он обеспечил поперечную и продольную поручность носовой части. У Бисмарка не отвалился нос. Кстати, именно мягкий нос погубил и Мусаси, и Ямато, в сущности. Конечно, их забили огромным количеством самолетов, но Каина и это самое, это потопление через носовую часть. Уже потом только была пробита противоторпедная защита на Ямато, и уже торпедами добивали самолеты. Но Бисмарк, тем не менее, поврежден. Паренцуэльский стреляет. Фаренцуэльен стреляет по Паренцуэльскому, Бисмарк стреляет по Паренцуэльскому. И в этот момент на Паренцуэльском выходят из строя две башни из трех. И кормовая и носовая 356 миллиметровые башни перестают работать. Носовая из-за заплесков, в кормовой случается какая-то авария, и ее нельзя наводить быстро. В общем-то, в общем, наводить нельзя вообще. И только после этого командир решает выйти из боя. Да, Линча решает выйти из боя. Он получил семь снарядов. Один из снарядов чудом попадает в мостик позади командного поста. На линкорах Паренцуэльский опыт Ютланда. Если в боевой рубке ничего не видно, к черту боевую рубку. Делаем противоосколочную броню в 76 миллиметров. И все офицеры и командиры там. Если туда попадет снаряд, то и боевая рубка не спасет. От осколков, от пулеметов, от мелких калибров, вторичных осколков спасает. И слава богу, попадает немецкий 380-мм снаряд, пробивает насквозь. Эту штуку, не разрывавшись, улетает. Посади спины всего командного состава Паренцуэльского. Однако. Да, я думаю, что в этот момент они... Второй раз, что расходь бог к ним благополучен, они обнаружили только в дурке после боя. То, что не разорвавшийся снаряд. Не разорвавшийся снаряд лежал у переборки котельного отделения работающего. Если бы этот 380-мм снаряд разорвался, а поднарнувший... Поднарнувший. Четверть котлов и одна из машин Паренцовского вышла бы из строя. И что бы с ним было дальше, непонятно. Он бы стал сидячий уток, наверное. Его бы добил бы Паренцовский торпедами, скорее всего. Просто это напрашивалось, это решение напрашивалось. Так или иначе, третье попадание на Бисмарке было сочтено самым несерьезным с Паренцовского, но оно оказалось по-своему. Эту карту не сыграли дальше. На Бисмарке 4 ядра самолета. Они известны даже по номерам. Это Арада 196. Пожалуй, лучший корабельный разведчик Европейского театра военных действий. Это очень быстроходный самолет, 320 км в час. Это на 30 км в час меньше, чем считавшийся в СССР в это время вполне себе истребителем и 152 и 15 бис. Чайка. При этом в нос у него стреляют две 20-миллиметровые пушки. Если бы эти самолеты были запущены с Писмака во время атаки авианосных саморфетшей, они могли бы устроить этим свортишем кровавую баню. А Люцов и Принц Ольгин, воюя в 1944 году на Балтике, не раз и не два поднимали свои бортовые ядросамолеты для самообороны от советских штурмовиков Л-2. И да, Илы удавалось отгонять, а по немецким данным один или два даже сбить. Хотя, конечно, вдогонку Арада не догоняет, но сорвать атаку может. Именно сорвать атаку. На Бисмарке стоит двойная катапульта. Две катапульты спина к спине. С одной системой запуска баллонов и так далее. Английский 356-мм снаряд попадает в адмиральский катер, разносит этот катер в куски и улетает, не разорвавшись. Куски катера выводят из строя систему запуска обоих корабельных катапульт. Казалось бы, совершенно пустяковое попадание для любого боя оказалось совершенно роковым для рейда. Дело в том, что на Принце Ольгине, насколько я понимаю, один работающий гидросамолет. Хотя он их теоретически может взять три. На нем маленький ангар. А брать гидросамолет в Ширмовую Атлантику на катапульту открыто не рисковали. Немцы взяли все четыре гидросамолета внутрь ангаров закрытых. Бисмарк теоретически тогда еще, в сороковом году, мог бы нести шесть самолетов. Взяли четыре. Бисмарк повреждена топливная система. При этом на него завели пластырь после боя. Конечно. Да не просто пластырь. Немецкая система борьбы за живучесть была достаточно образцовой. На Бисмарке после боя сумели освоить даже электросварку. Пластырь частично был из стальных листов, заранее взятых с собой, которые приваривались к корпусу. Матросики с беседками за борт и сварка. В открытой Атлантике. В открытой Атлантике. В шармовой Атлантике. Не пытайтесь повторить это в бирдное время. Затаскают по судам. Отрывается Бисмарк и Ольгин. По-принцуэльски ставит дымзавесу, речь понимает, что с него хватит и уходит. Грейсера продолжают преследовать. Да. Удерживают контакт. Они ползут, удерживают контакт в 30 километрах вне зоны действия. РЛС держат. И визуальные тоже. Дымы на полных ходах, корабли дымят. Кстати, то, что Бисмарк сбросит ход, потом приведет к тому, что англичане, понадеявшись на РЛС, которое подведет и сломается, потеряют контакт. Они будут уверены, что они видят дым. Это был артефакт зрения. То есть дым в воздухе стоит, не рассеиваясь, а корабль уплыл. Такое тоже бывает в штормовом море. И что делать Тови? У него только что, можно сказать, выделили один из сильнейших его кораблей. Вообще, честно говоря, в какой-то момент несколько минут англичане не верят, что Худ погиб. Они считают, что это неправильная радиограмма от Лич. Лич считает, что его сейчас будут добивать. И командир принца Оргена, и командир Бисмарка настаивают драться за принца Муэльским и добить. Проблема в том, что принц Оргенский, несмотря на 7 попаданий, в него 4 из принца Оргена и 3 из Бисмарка, довольно бодро уходит. Он идет против волны 23-х узловым ходом, причем такой волны, за которой Бисмарк под вопросом, доходит или нет. С учетом попаданий. Да, с учетом попаданий. Поэтому непонятно, принц Оргенский имеет такой ход, потому что он поврежден, или он куда-то заманивает. Лютинс не знает, ему же не докладывают Адмиралтейства, какие еще английские корабли здесь есть. И Лютинс принимает решение, продолжаем рейд. Или хотя бы пытаемся оторваться от наблюдения. Для отрыва, ну, я сейчас немножечко опущу события, дело в том, что командир принц Оргенского, справившись с он настырной, справившись с неполадками с башнями, продолжает идти параллельным курсом. Почти сутки принц Оргенский идет параллельно, на Бисмарку, и даже произойдет к вечеру, ночью, огневой контакт. Принц Оргенский будет два раза высовываться, стрелять с предельных дистанций, получать в ответ залпы, один из которых, судя по всему, под вопросом, то ли по тяжелым крейсерам, то ли по Принцу Оргенскому, сломали радар, окончательно добили радар на Бисмарке. Ну, это, по-моему, предыдущий, перед боем с худым вечер, когда, именно поэтому они подчинили, добили. И опять сломали. Вопрос о том, что 380 стрельба корабля... Сотрясает весь корпус. Смотрите, энергия выстрела 1-380-мм в орудии, это несколько десятков миллионов джоулей. Ну, как бы, энергия выстрела автомата Калашникова полторы тысячи джоулей. То есть, это, на самом деле, гигантский форс пламени... Да, сотрясение, отдача. То есть, 100-тонные, там, 80-тонные орудия откатываются. За время отката конструкция корабля поглощает эту силу. Выкидывает снаряд весом 800 килограмм. Да, 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 да. Сила действия равна силе противодействия. Даже гигантские линкоры трясутся. Дульное пламя действует на настройки. Ну, совсем страшно было на Ямато, где на расстоянии 7 метров от башни это смертельно, а 15 метров травмы при введении огня равном калибром. Вот. На Айове... И тут тоже... Есть фотографии, как Айова стреляет, море выгибается в районе дульного пламени, очень красивый. Американцы любят снимать красивые такие изящные фотографии. Вот. У башни бисмака послабее, но бисмак еще и уже. Он узкий. Поэтому он широкий, он самый широкий линейный корабль в свое время, 36 метров, но это в широкой части. Там, где стоит орудие, он уже. Он похож на веретено, гидронедамика и все такое. Лютинс решает продолжать рейд, идти вперед. Лютинс продолжает решать рейд по одной простой причине. Разворот сейчас и уход назад, это значит, его точно будут перехватывать на пути в Норвегию. Он считает, что главная сила английского флота в Скапо Флоу. Он еще не знает, что они вышли из Скапо Флоу. Ему же не докладывают. И куда он хочет идти? Он решает идти в Атлантику, а там понять и действовать по обстановке. Принц Уйген должен изображать из себя бисмарк и увести за собой тяжелые кайсера. То есть, тут Бринкман уже тогда понял, какую правильную стратегию вести. Да. Бринкман получает приказ любой ценой выйти в Айд, выйти в Атлантику, оттянуть на себя сколько можно англичан и дальше действовать по обстановке. Есть по обстановке, говорит Бринкман. И больше, как говорится, в этой саге не будет ничего про принц Уйген. Его забыли. То есть, он ушел в туман и про него забыли. Англичан он не интересовал. Могли бы послать за ним крейсер, могли бы его утопить. Но дальше случается моральный фактор. Вся дальнейшая гибель бисмарка это непрерывное действие морального фактора. Для англичан Худ не просто крейсер, линейный крейсер. Для англичан Худ это символ мощи флота. Это самый дорогой корабль боевой в истории Англии. 10 миллионов фунтов стерлингов в 20-е годы. Это очень много. Дрейдноут стоил меньше двух. То есть, 5 дрейдноутов по деньгам. То есть, это пощечина, которую нельзя сносить. Да. И дальше, если немцы считают, что они находятся в обычном рейде, им, конечно, будут противодействовать и так далее, они не понимают, что англичане находятся в состоянии убить любой ценой. Любой ценой убить. Дальше возникает приказ, утверждают, что его отдал Черчилль или его отдал Тови. Это уже не важно. Легенд много. Тови, командующий Хоумфлитом. Убить, перехватить любой ценой, не стесняясь ни с каким риском и затратами. Бросает конвой Родный. Конвой идет. Линкор Родный идет на соединение с... Родный это 9406 миллиметров. К сожалению, он в довольно плохом состоянии по моеходности. У него помят мягкий нос штормами. Больше 17 узлов он дать не может. Вторая беда, нос кривой. Вот буквально. Он очень странно держится на курсе. Никого это не останавливает. Первыми летят пара, значит, линейный крейсер. А авианосцы в этой всей компании замечательно уже есть? Уже. Их собирают. Имеется Викториес, который очень удачно находится. Но у него, кому-то, неопытные экипажи. И на нем мало сводфишей. Мало исправных сводфишей. Еще одна проблема. Английские авианосцы теоретически берут много самолетов. Например, Викториес может взять 36. Но из них готовы к вылету против Бисмарка 9 торпедоносцев и 6 истребителей. Ак-Руэл, самый мощный по числу авиагруппы английский самолет, авианосец, вместе с лидийным крейсером Ренаон летит от Гибралтара, где Гибралтар где Татский пролив. Летят на максимальной скорости, бросив эсминцы, бросив конвой. Вот в этот момент, если бы немецкие подводные лодки развернуты в море, в этой операции участвовали подводные лодки, как, кстати, они участвовали в операции Берлин. Наведение подводных лодок на остатки конвоя в операции Берлин тоже имело место быть. Конвой, который не стал атаковывать, потому что его сопровождал линкор Малайя, не стал атаковывать, это Шаркорстный Гнезинал, о нем сообщили подводным лодкам, волчий стай его открывал, потопило 4 судна. Прекрасный пример взаимодействия. К сожалению, немецкие, или к счастью для англичан, немецкие подводные лодки находятся где угодно, но не на тех местах, где выскакивают собираются корабли. Судьба. Но учитывая, что корабли несутся со скоростью экспресса, там 20 сколько? В какой-то момент, например, это легенда, что мимо одной из подводных лодок проходит, на секунду из-за аварии в котлах останавливается Акройл, вот, а на подводной лодке ни одной торпеды она уже все расстреляла. Это немецкая легенда. Возможно, она подтверждается, возможно, нет, мы ее пока... Вот, я не очень верю в полную остановку Акройла. Возможно, командиру подводной лодки так показалось. Очень обидно наблюдать прилетающий мимо авианосец. Ну, так-то он прилетал, наверное, на узлах на 20, и поймать его было, поразить торпеды, я думаю, была реальная задача. настолько англичане решили согнать все корабли, что у них идет в Канаду драгоценный, очень дорогой дизельный войсковой транспорт с эвакуированными детьми. Британик, названный в честь того Британика, который в Первую мировую утонул, бывший, так сказать, последний Лайд Старовский. На нем эвакуированы дети, он вшел с оправдением четырех эсминцев, которых перегоняли до точки приема. Британику приказано с детьми шлепой. Ну, у него скорость большая, то есть его скорость... Ну, дизельный, 20 узлов. Ну, в общем, подводные лодки тебе не страшны, а дальше дойдешь, а эсминцы нам будут нужны. Все стягивается против бисмарка. Первыми выходит Викториес. Ну, есть, конечно, под вопросом атака эсминцев, героическая, особенно в польской литературе. Эсминец Пьору, переданный польскому флоту, значит, в изгнании, плюс четыре английских эсминца, выходят в ночную атаку на бисмарк. Бисмарк уже починил себе нос и идет двадцати, там, пятиузловым ходом. Поляки попали в него четыре раза, нет, три, нет, ну, хотя бы одна торпеда точно попала, мы видели, как она взорвалась. Что там было непонятно. Серьезных попаданий не было ни с одной стороны. Первыми колупнули бисмарк всерьез авианосные самолеты. С Викториесом. С Викториесом. Викториесом. Викториесом находился в выгодной позиции, но невыгодно с точки зрения, что на нем только девять ударных самолетов. На нем еще шесть истребителей. В порыве отчаяния командир приказывает вешать сто тринадцати килограммовые бомбы. Ленкор, это, конечно, дубина, но хотя бы отвлечет ПВО. Дробин, то есть это, в общем, напугает. Напугает. Отвлечет ПВО. Бисмарка обеспечит атаку. Его, говорят, отклонили в последний момент. Истребители шесть сопровождают с Вордфиша, девять штук. И их задача пикировать и штурмовыми ударами давить зенитки, стреляя из 8 пулеметов. Толковая идея, ничего не скажет. но лучше, чем пытаться кинуть бомбы и не попасть. Ну и сколько попаданий с этих ходов? Предположительно, было одно попадание. И похоже, что оно подтверждается. Его даже нашли при подводном исследовании Бисмака прямо в середину корпуса. Бисмак часто ругает. Но это не смертельно. Нет, это настолько не смертельно. Бисмака часто ругает за недостаточную противоторпедную защиту. Она была по ширине, она неудачна по конструкции. Это действительно так. Немцы все-таки сильно задержались в Первой мировой мозгами, когда немецкая противоторпедная и противоаминная защита от более слабых торпед и мин была очень эффективна. Она была эффективна за счет того, что немецкие корабли ходили на угли. Уголь в ямах при разрушении дает часть взрыва энергии взрыва на себя. Когда немецкий суперденот Байрон подорвался на русской мине в 17-м году у Мадзунских островов, большая часть энергии была поглощена угольной ямой. Ебин, подрываясь на минах, там вообще в одном случае даже второй борт не был пробит. Уголь настолько воспринял энергию взрыва. топливо уже. Тут же спритопливо. Оно наоборот служит как таран, пузырь. Ядроудар. Ядроудар. Но так или иначе торпеда не пробила. Она не сбила ему скорость, ничего. Это было такое вот героически пометили бисмак. Торпеду в бидель, то есть в середину корпуса бисмак пережил. Дальше наступает следующее. Англичане теряют бисмак. Теряют его полностью. Это вот эта история с дымом. Да. История с дымом случилась до. История с дымом прошла. Английские крейсера потеряли бисмак еще раньше. Его потеряла английская авиация. Его потерял Викториес. Второго вылета с Викториеса не случилось. Цели нет. И как его обнаружить заново? Ведь это есть прекрасная легенда про слишком длинные ради... Да. Тови оптимист. Он считает, что бисмак идет более быстрым ходом. И он проскакивает. Он точно рассчитал курс перехвата. Он собрал в кулак все свои корабли. У него два тяжелых крейсера, два линкора. Из них один тихоходный. У него есть эсминцы. Проблема в том, что он думает, что бисмак идет быстрее, а бисмак из-за помятого носа командир не рискует, идет медленнее. И они проскакивают перед носом? Ну, не перед носом. Там дистанция была миль 90. Если бы перед носом, это было повторение ютландского боя. Но примерно случается то же самое. бисмак идет к той точке, где из французских портов его будет доставать уже люфтваффе. Дальние истребители, даже не истребители, там в качестве истребителей выступать должны были быть юнкерсы 88. Ну, и этого хватит для защиты от свортов. Вот, им надо пройти 10 часов. 300 миль. При этом на бисмаке тоже ведут пеленгацию. Они понимают, что англичане кругом и примерно рассчитывают и расслабляются, что все будет нормально. Дальше есть легенда, что один важный чин из люфтваффе, у которого сын служил на бисмаке, затребовал точный отчет о положении радиограммы, ее перехватили англичане. В общем, это легенда. Бисмак несколько раз пересылал радиограммы, несколько раз эти радиограммы пеленговались англичанами. Все эти пеленги довольно спорные, то есть не давали точку. Дальше идет легенда про американского летчика на Дальней Каталине, который из канадских портов на Каталине с английскими признавательными знаками обнаружил бисмак. Эта легенда несколько ближе к истине, и похоже, что именно с Каталина бисмака обнаружен. Еще раз повторю, разные авторы пишут разные, мы можем, конечно, сейчас сесть посмотреть. Так или иначе, у Тови кончается топливо, и он наконец-то получает место бисмак. Место, где замечен где-то 70-80% вероятности, что это бисмак. Ну или хотя бы принц Сойгин, потому что его пеленгует или замечают самолетом? Самолетом. Замечают самолетом. Все-таки последнюю точку ставит самолет. Идет до разведки, находит. Находит, и Тови срабатывает козырная карта. У нас есть один авианосец, он уже примчался, это авианосец Агроил. На нем слетанная и подготовленная обстрелена на Средиземном море авиагруппа. С него взлетают самолеты с Вордфиша, и это было последнее немецкое везение. Они доходят в море корабль, они его атакуют, сбрасывают торпеды. Корабль, дико ругаясь по радио, уворачивается от всех торпед. Это был английский крейсер Шеффилд, который английский летчик браво атаковали торпеды. А, силуэт. Никого это не форновало. Утопить бисмарк любой ценой плывет не свой, не похоже, непонятно что. То есть стал он, конечно, можно узнать у него совершенно другой силуэт. как бы конфигурация, когда же просто настрой. Это две башни в носу, две башни в корме, значит бисмарк. Вот тебе слеты на экипаже. Да, никто не знал, что именно этот случай приведет к гибели корабля бисмарк. Дело в том, что на Акроэль заинтересовался одним вопросом. А почему Шеффилд уклонился от всех торпед? Поэтому четко видели, что некоторые торпеды с магнитным взрывателем прошли под килем крейсера. А потому что Арктика, близкость. Магнитное склонение, магнитный взрыватель зависит от магнитного склонения места. Оно в Атлантике совсем другое, чем в Средиземном море. И давайте прикрутим пасконный ударный взрыватель. Да, 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 да. Вторая атака. Английские самолеты находят таки бисмарк. Блестяще его атакуют. Несколько английских самолетов, два или три, заходят с карбы. В корму у бисмарка проблемы с зенитным огнем. Действительно опытные экипажи заходят настолько, что по описанию зенитные автоматы не могли стрелять. Самолет летел ниже уровня борта. Это они конечно завирают, потому что шасси волна борт высотой 5-6 метров все-таки, но он летел настолько низко, что прицелиться в него воеме не смогли. Вторая вещь. Самолеты летели настолько медленно, что на сухопутных приборах управления огнем, которые стояли в корме ЦС, уже нет такой маленькой скорости. Они рассчитаны на скорость самолетов боевых самолетов, там Бэтл какой-нибудь, Фэри Бэтл, все-таки там Маран 406, там Лоретер Левье 451, ну то есть даже польские эти лоси летают почти 400 километров в час. Выставить скорость в момент атаки в 90 узлов сухопутных статутных, то есть это меньше 160 километров в час, 140 километров. Технически невозможно. Технически невозможно. Разрывы и трассы идут впереди Свордфиша. Второй раз на эти же грабли в 41-м году уже наступят итальянцы под Мотопаном. Те же Свордфиши, те же зенитки, те же трассы поперек. Итальянцы все-таки один самолет собьют с Виторио-Венетто, при битве при Мотопане погибнет один английский самолет, получат торпеду в линкор, получат торпеду в тяжелой крейсер и дальнейший погром. Бесмак получил либо две, либо три торпеды. Как минимум не одну, но три под вопросом. Роковой оказалась одна. Она ударила в руле и ударила очень странным образом. У Бесмака в корме два руля между тремя винтами. То есть винт-винт-винт, руль-руль. Один из рулей встал почти перпендикулярно, второй загнуло рулевой машиной и после этого Бесмак может ходить только по кругу. Теоретически на Бесмаке вот это еще одна загадка, которая бесит всех и ей нет рационального решения. На Бесмаке было предусмотрено в случае повреждения руля подрыв головок руля динамитными патронами. Винты целы, силовая установка работает, управляться винтами можно. Советскому крейсеру Молотов в 42-м году оторвал кусок кормы вместе с рулем, что не помешало ему дойти до Кавказского побережья, управляясь только машинами. Подорвать эти патроны можно. Вместо этого водолазы начинают ныять в затопленный отсек что-то пытаться выправить рули. Почему не был сделан подрыв версии? Лютинц и экипаж Бесмака забыл, что у них есть это оборудование. Или их не научили им пользоваться. Вторая версия. При постройке предполагалось, что это оборудование будет поставлено, но при окончательном строительстве его не поставили. Такое тоже возможно. Уже невозможно доказать. Еще одна версия. попаданий было два или три и корма была очень сильно надорвана. Не только рули, но и структурные повреждения корпуса. Немцам вообще не везло с кормой их линейных кораблей и крейсеров. Почему-то чаще всего им торпеда прилетала в корму. Вот. Ситуация, когда Люцов приходил вот так вот с нагромленной кормой, даже на фотографиях видно. Да. Вот. Ситуация с Шархарстом, когда он тоже поймал торпеду в корму и так далее. Люкинс и командир Бисмарка не рискнули. Дальше начинается немыслимый пафос. У Тови кончается топливо, но у него есть примерно 14 часов дойти до этой точки и аккуратно всех убить. Тови так рассчитывает, чтобы прийти утром донести наиболее серьезные повреждения, начать бой утром и дальше так сказать, как посмотрим. Он не торопится. Разведка продолжает крейсера уже, значит, вылетает первыми пеленговать Бисмарк. И он, по-моему, видит, что Бисмарк описывает циркуляцию. Это уже успели доложить летчики. Улетая, свортишь медленный самолет, у них было время полюбоваться на дело рук своих. Они просто, как говорится, завалили Арк-Ройл победными радиограммами. Командир Арк-Ройл собирается сделать второй налет на Бисмарк и вообще все ее собирается потопить его торпедами. Тови на всякий случай предлагает Арк-Ройлу не торопиться. Торопиться не надо, сказал. Более того, Тови отделяет на сопровождение Арк-Ройлу идет из Яблотара, значит, с ним шел линейный крейсер Рейнаун. Тови приказывает Рейнауну не присоединяться к себе. Расстрелять Бисмарк у них хватит сил. У них есть родные, которые... Да, один сильнее Бисмарка по артиллерии. У них есть Кинг-Жорж V. У них есть, их где-то еще ходят, еще не получил приказ уходить Лич, который на дальнем подхвате принц Уэльский получил приказ только после того, как Бисмарк стал ясно, что он поврежден, что иди чинись. То есть, Тови хватает кораблей. Он считает, что корабль слишком похожий на Худ и тоже слабо бронированный. Не дай бог взорвется, это будет плохое моральное, так сказать, это самое, для Англии. А вторая вещь, он никогда об этом не писал и не говорил, но я это выскажу как свое предположение. Мы не знаем, где принц Уэльген. А вдруг Уэльген выскочит на незащищаемой или защищаемой парой эсминцев авианосице. Будет очень неприятно. Англичане таки подстилают соломку. Причем, если не хватит снарядов у значит, принца Уэльского и принца самого Кинг-Жорж V и не хватит снарядов у Роне, от конвоя медленно ползет старый ветеран Ютунда линкор Малая. То есть, на всякий случай потянуты совсем дальние добивалки. Но когда противник обездвижен, тут можно его, как говорится, убить в упор. Я могу напутать в последовательности атак на добивание, но последний бой Бисмака я, пожалуй, не перепутаю. Я мог напутать последовательностью атаки эсминцев и с Викториеса и с это самое. Я не буду сейчас подсматривать так сказать это самое. Но вроде как все правильно. Но дальше следующее. Бисмак начинается немецкий пафос. С Бисмака шлют пафосные радиограммы, что мы будем сражаться за Фюера до последнего, за Германию, за будущее для Германии. Фильм, снятый о потоплении Худа на Бисмаке со всеми героями, грузится на вспышущую немецкую подводную лодку, которые... Все не успели встретиться с подводной лодкой. Да, да, да. Все происходит медленно. Три дня продолжалась охота на Бисмака. Это не было непрерывной погони. Это было несколько боевых эпизодов, между которыми... Огромное пространство, между которыми огромные паузы. Успели обмыть награждение представления главного старшего офицера артиллерийского Бисмака железным крестом и прочие награды для экипажа. Успели передать коробки с отснятым фильмом на подводную лодку. Подводная лодка даже типа передала, что будет защищать Бисмак до последнего. И только тот Варшу Тови подошел с другой стороны, помешал немцам, так сказать, и в общем Тови сопровождались митцем, помешало немцам организовать аккуратное прикрытие подводными лодками Бисмака. Тут неудача. Немцы предусматривали действия подводных лодок. Они были дальше в Атлантике. Они были западнее. Подводная лодка даже надводным ходом сильной в плохую погоду не может развить большой скорости. Здесь не было продумано. После боя с Худом Бисмак шел по кратчайшей к французским портам. Этот вариант действий не был предусмотрен заранее. Казалось, немцы, которые должны были все предусмотреть, были силы, способные встретить Бисмак при возвращении из Норвегии. Но туда не иск возвращаться Люкинс, разворачиваясь. Были силы, способные прикрыть Бисмак чуть ближе, 200 миль ближе к французскому побежу, его прикрыли из Франции. Но Бисмак оказался в своей локальной дыре, где до него никто не дотягивался из своих и не мог ему оказать помощь. И вокруг которого стягивилось все больше и больше чужих. Всего в охоте на Бисмак не все стреляли, но все охотились, приняло участие 50 английских военных кораблей от эсминца и выше. Понятно, что... Но они обеспечивали на самом деле постоянное удержание, то есть его постоянно старались удерживать с ним. Удерживать вид, переланговать радиопереговоры, переланговать потенциальные немецкие радиопереговоры, если будет посла на помощь. Англичане до последнего верили, что Шархорст и Гнезинал, несмотря на повреждения, выйдут из Бреста и пойдут выручать Бисмак. Их удивило, что немцы так не поступили. Они утверждают сейчас, что английский флот, окажись в такой ситуации, точно послал бы помощь. Это как бы, да, логично, но, видимо, из боевых повреждений. Во-первых, из боевых повреждений, во-вторых, выход линкоров не организовывается за сутки. Там, извините, цистерна, как из сутки только залить топливо. Надо такую вещь либо предусмотреть заранее планом операций, либо импровизируется иском, что все сорвется. Ну и в итоге наступает утро, и... И выходит принц Уэльский, то есть это выходит Кинг-Жорж-Пятый и Родный. Перед Тове стоит последняя странная задача. Дело в том, что у подврежденной НОС Ваунами и предыдущей активной службой НОС Родная приводит к тому, что линейного боя в традициях к элеваторной гордой строй даже из двух кораблей не получается. Родный болтает. И тогда командир Родная получает приказ «Действуй, как знаешь, по обстановке. Есть ходящий кругами. Бесмарк, он может маневрировать скоростью». Но он скорее такой змейкой, если смотреть эти вычерки. Он пытается двигаться за счет работы попеременными машинами. Его суммарный ход, интеграл от его этих змееобразных движений по этой шести узлов, но при этом локально он на какое-то время может разогнаться до 20 или сбросить. Дело происходит 27 мая 1941 года. Да, совсем немного осталось до Барбаросы. Родный получает как Бладш, И план следующий. Тови отвлекает Бесмарк на дальней дистанции, на средней дистанции, а Родный пытается форсировать дистанцию. Если Бесмарк начинает пристреливаться к Родне, Родный начинает идти с Зихзаром, тогда форсирует дистанцию к Киржоеш-5. Если Бесмарк пристреливается к Кингшорш-5, а Родный пытается фарсировать дистанцию. А разделение целей, то, что делал Харвард, по Ии Лопота. Тогда у Харварда не очень хорошо получилось, потому что Эксетер быстро вышел из строя, да и два легких крейсера Харварда уцелели чудом. Во счет дезорганизации стрельбы на Адмирал Гашпире, немцы сами были архитекторами своих проблем. С Бисмарком такая же ситуация. Тем не менее Бисмарк... Смело вступает в бой, не топится, ничего нет. Но при этом результативных попаданий у него уже нет. И это такая вот загадка, которая, в общем, на самом деле имеет один простой ответ. Дело в том, что на стадии сближения ни оба английских линкора не собираются попадать. Они ведут такой спорадический огонь, они держат Бисмарк под накрытиями, ну, под попыткой накрытий, но вести точный огонь, который должен и он сам сохранять цель, нет. Они уходят от залпов Бисмарка. Дальше Бисмарк должен либо разделить огонь по двум целям, либо начать накрывать одну из них, либо в него кто-нибудь попадет. Судя по всему, первым попал Родный. Выбрав удачный момент, и тут уже классическое невезение. Первый попавшийся залп с Родной выйдет из строя обе носовые башни Бисмарка. Одним, судя по всему, снарядом. То, что попали в команду льномерный фон. Тоже добавляет проблем. Но льномерных постов все-таки три на Бисмарке, а вот то, что заклинило обе башни, с самого начала это серьезная проблема. Дальше пристреливается уже Киршар-5. Англичане сближаются на 9000 метров. То есть почти в упор. Почти в упор. Почти в упор. При этом лупят все. С Родной начинают стрелять не только 406-мм орудия и 152-мм, но и 120-мм зенитки. Они лупят дистанционными снарядами, это никого не волнует, но мешает исправлять повреждения, ну и вообще просто вдруг куда-нибудь что-нибудь расколотно залетит. Кирджар-5 тоже вводит в состав всю свою артиллерию. Когда Бауард, знаменитый подводный исследователь, находит бисмак, первое время казалось, что на нем мало попаданий. Считалось, что в бисмак попало до находки корпуса 30 или 40 раз. Это тяжелых снарядов, это под одесением немцев. Дальше уже была стадия добивания. Более подробные исследования говорят, что это швейцарский сыр. Сейчас на корпусе бисмака насчитали порядка 400 попаданий от 120 до 406-миллиметрового калибра. 400. Ну вот Родный выпустил 378-406 и 706-152. То есть это на самом деле фантастическое количество. Да. Почти четыре сотни 16-сидимовых снарядов. Да, да, да. Жалеть снарядов никто не собирался. При этом потопить бисмак таким шквалом огня 30 или 40, это как минимум как многокалиберных попаданий в корпус. Дело в том, что бронирование бисмака держало, не пропускало эти снаряды в машинное отделение. Машинное отделение, значит, вертикальная броня 320 миллиметров. Дальше наклонный пояс в 120 миллиметров. Ну скос палубы, наверное. Скос палубы под 67 градусов. Наклонный скос, я оговорился, наклонный скос. Дальше 80 и 90 миллиметровая бронепалуба, 95 над погребами, 80 над машинами. А этого было достаточно на дистанциях. Если бы Родный и Принц-Суэльский отошли бы подальше, они бы пробивали палубу. Но подальше отходить никто не хотел. Очень уж интересно получилось расстреливание линкора в обстановке. Начали уже записывать залпы, видимые попадания. Очень быстро на Бесмарке перестала работать и кормовая группа артиллерии. Почти до конца отстреливалась одна 6-дюймовая башня. Вот как-то чудом в нее никуда не попадало. Расчет, видимо, был на то, что попадание в ватерлинию, что удастся все же пробить пояс. Да. Бесмарк не тонул. Расстрелянная гроящая громада. Дальше агония. Немцы утверждают, что они открыли кингстоны и подорвали подрывные заряды. Англичане считают, что крейсер Дорсет Шир тремя торпедами, четвертый не вышел из аппарата, добил. И тогда Бесмарк опрокинулся и все-таки затонул после трех попаданий торпедами с тяжелого крейсера. Да, тяжелые крейсера тоже добавили. Значит, понятно, подойдя, когда уже Бесмарк был почти полностью выведен. И тут, как я понимаю, подводная лодка помешала, как, опять же, по версии англичан, помешала спасению экипажа. Спасению экипажа, да. С Бесмарка было очень мало спасшихся. И действительно подводная лодка была. И англичане, честно говоря, не рвались. Рвались они спасать. Подбирали Дорсет Шир и Сесминцы. Уже когда потребовалось, решили, что нужны языки, какие-то показания. Все-таки интересно было узнать, что происходило на Бесмарке. Поэтому и спасся там, в общем-то, один или два офицера, я уж не помню, и 30 чем-то человек. При этом на Бесмарке был избыточный личный состав. После водопада наград и героизма во время рейда Берлин, вот рейда Шерхоста и Ейзенал, Бесмарк и Прицогин были завалены добровольцами. Штатная численность экипажа 1600 человек, на Бесмарке было 2200. Часть из них, потенциально, это экипажи поездовых судов. И в Берлин, кстати, немецкие линкоры брали поездовые суда, которые пытались потом провести в порты Франции. Одно провели, два потеряли перехватчиками английскими крейсерами. То есть Бесмарк собирался вести тоннажную войну с захватом поездов, с соблюдением Шеневской конвенции. Но что-то пошло не так, как говорят. Все пошло не так. Гибель Бесмарка, кроме короткой удачи Худа, эта ситуация все пошла не так. В общем-то, если говорить о выводах, они следующие. Немцам очень повезло в операции Берлин, в выходе Шерховской дни Синал. Немцы провели еще удачный выход Хиппера. После этого англичане, которые два раза упустили противника, рассчитывать, что англичане в третий раз допустят упущение, не перехватят и так далее, не организуют полноценного поиска и преследования, дожимание всеми силами. Было бессмысленно. Ну, на самом деле, еще и бенефис, очередной бенефис авианосной авиации. На этот раз в Атлантике. Да. Но, с другой стороны, если бы не ошибка ТОВИ, мы сейчас говорим об ошибках. Немцы делали ошибки, англичане делали ошибки. Если бы не ошибка ТОВИ, возможно, не потребовалось бы и авианосной авиации. Соединение ТОВИ перехватывало бы Бисмак, если бы они вперед выскочили. И, теоретически, возможно, был чистый бой без участия авиации Акророва. Теоретически. То есть, мы предполагаем, что, как вот фанаты альтернативной истории, говорят, что если бы не роковые случайности, если бы не торпеды, если бы не зенитные автоматы, если бы не лоханулись, если бы не эти проклятые КДП, сбили бы с Морфиши, или хотя бы повредили, Бисмак вернулся бы во Францию. Но тогда надо предполагать и роковые случайности за англичан. Для начала, если бы худ не взорвался. Потому что уже соединению Холанга Бисмак проиграл чистый бой. Даже если бы он потопил худ, но получил бы поэтому залпы бы еще из худа, он получил бы тяжелые повреждения, и его бы добили. И, на самом деле, это бесперспективность самой тактики использования линкора вот так вот в одиночку. В одиночку. Поэтому линкор в составе соединения продолжал быть серьезной рейдерской силой. Американцы использовали боевые группы линкоров для набегов на Тихом океане. Не все из этих набегов были успешны не потому, что японцы перехватили. Как вот набег Аляски линейного крейсера с соединением на Формозу. Нет, он был не успешен, потому что к этому времени подводные лодки вышибли почти весь торговый тоннаж. Это был такой контроль. Давайте сходим, посмотрим, есть ли у японцев хоть что-нибудь в этих водах расходили. Ничего нет. Побили там несколько самолетов базовой авиации, которые пытались орытковать. Провели силовую разведку, так сказать, и ушли. Были случаи, когда американские линкоры перехватили вот учебный крейсер Котори. Единственный бой линкоров типа Йова. Сильный человек, сильный флот может позволить себе рейдерские действия. Соединение линкоров плюс какие-то корабли. А слабый флот, он обречен. А слабый флот обречен. Даже если тебе один раз повезет, даже если тебе два раза повезет, тебя продавят. Бисмарк действительно продавили. Непрерывное воздействие на него, разведка, перехваты, радиоперехваты, атаки, даже безрезультатные, давили на нервы, давили на нервы командующему. А нервы командира не беспредельны. Военная психология. Вернее, нервы экипажа, то есть вполне возможно, что это... Всех, нервы всех. Дальше начинаются ошибки, начинаются странные действия, начинаются, как с волны мы умрем, и все. Вместо того, чтобы найти какое-то решение, например, идти строго на запад, на соединение с подводными лодками, уже там 5-6 подводных лодок, эскортирующих Бисмарк, это уже совсем не то, что голый Бисмарк без всего. Но в целом можно сказать, что корабль попал совсем не в ту ситуацию, для которой он строился, проектировался изначально. Если бы он рейдер стал против французского флота, действующего отдельными группами, и не способного сконцентрировать силы, попричиня своей большей малочисленности. Ну, вместо Бисмарка французскому флоту навалял ход. Операция «Катапульт». Когда за считанные минуты было потоплено два французских линкора, один из них взорвался, второй сел на мель, а один французский линкор получил тяжелое повреждение и был потом добит авиацией. Очень сложным способом самолеты потопили сторожевик с грузом рубинных бомб у борта «Дёрнкерка». Вот. И только один французский линкор вырвался и ушел в тулон. Судьба Бисмарка отчасти решилась тем, что командир французского линкора «Страсбург», в ответ на который строили Бисмарк, в 1940 году во время операции «Катапульта», выскочив из Мерсель-Кибира, проскочив мимо английских линкоров, выскочил на неохраняемый Арк-Ройл, но не атаковал его, а ушел в тулон. И вот на этой оптимистичной ноте о том, что Арк-Ройл был чудом спасен для того, чтобы потопить Бисмарк, завершаем наш рассказ. Очень интересный, действительно много перипетий в этой истории. Вот. И я хотел бы только в заключение сказать. Часто спрашивают, хорош или плох был Бисмарк как проект. Я хочу сказать следующее. Бисмарк был правильно спроектированный корабль. Он имел отдельные недостатки, но недостатки имели все линкоры, спроектированные в 30-е годы. Только дальнейшая коррекция следующей серии повели к линкорам, не имеющим недостатков. Проблема в том, что такие линкоры были построены только в двух странах. Это Айовы в Соединенных Штатах. Они успели только под занавес войны. И это Венгард с артиллеей времен Первой мировой войны, но с учетом всего боевого опыта, который вошел в состав флота в 46-м году. Бисмарк не мог быть королем без недостатков. Его недостатки не мешали его использованию, как не мешали недостатки Терпица правильному использованию его. Терпиц заслуживает отдельного рассказа. Это долгий кошмар английского флота. На него падало слово Бисмарка. Но его роль сильно преувеличена английскими историками, которым надо было оправдать свои действия. Как говорится, воюй Терпиц на Тихом океане, его, скорее всего, утопили американцы, так вот походя. Вот англичане сделали из него вселенскую проблему. Нехватка зенитных орудий дальнего боя и отсутствие универсальной артиллерии обуславливалось возможностью промышленности Германии. То есть его бы тогда не успели построить. Нехватка зениток обуславливалась возможностью промышленности Германии. На него и так поставили больше, чем могли. Больше физически не было. Физически это в смысле вот ее нельзя откуда-то взять, на него поставить. То есть можно, конечно, снять с другого боевого корабля, но ценой разоружения того боевого корабля. Ошибки в ходе боя сделаны были людьми, которые находились в состоянии жесточайшего стресса всей операции. И по ту, и другую сторону. И по ту, и другую сторону. Они объективные и никак не связаны с техническими проблемами. Худ тоже был неплохой корабль. Ему просто не повезло. Бисмах был неплохой корабль, но не выдающийся. Его забили именно потому, что он высунулся и попал в зону действия английского флота. Более сильного флота, более слабый корабль. Индивидуально сильный, но слабее. Нет Якулеса против множества. То, что Бисмах был самый большой, самый толстый и так далее, не радикально повлияло на его стоимость из особенностей немецкой экономики. То есть, будь он поменьше по размерам, он не был сильно дешевле. Более того, так как марка падала внутри, каждый следующий немецкий корабль стоил дороже предыдущего. И последние немецкие тяжелые крейсера стоили дороже, чем первый. То же самое можно было бы сказать про линкор. Если бы его стоили дольше, он обошелся бы еще дороже. Даже если бы он был в 35 тысяч тонн. Немецкие портировщики в рамках того, что от них требовалось, создали корабль, идеальный для Первой мировой войны. Шархорст и Гнезинау успели застать кусочек Первой мировой, когда отдельный артиллерийский рейдер, вырвавшийся в неохраняемые конвои, мог нанести тяжелую ущерб противнику. Бесмак опоздал в этот праздник на полгода. Это привело к его гибели. Большое спасибо. До новых встреч. Всего доброго. Всего доброго. Смотрите «Тактик Медиа». Смотрите «Тактик Медиа».